Добро пожаловать на канал АМФ Филмс, где для вас звучат жутко интересные пересказы. С вами Марк, и мы начинаем. Платформа. Мужчина средних лет по имени Геронг просыпается в бетонной камере. Его приветствует не очень общительный сокамерник, который представляется Тримагаси. Он объясняет, что они находятся в экспериментальном сооружении, построенном в виде башни, проходящей по центру шахты. Камера мужчин расположена на 48-м уровне, о чём свидетельствует соответствующая запись на стене. Тримагаси весьма неохотно идёт на контакт, однако Геронгу удаётся выяснить, что на каждом уровне сидит по два человека. Заключённый не имеет права общаться друг с другом через отверстие в шахте. Оно предназначено для платформы, которая доставляет узникам еду. Разговор мужчин прерывает звуковой сигнал, после которого на стене загорается зелёный свет. В этот момент сверху спускается платформа, установленная всевозможными блюдами. Не желая тратить время на беседу, Тримагаси жадно набрасывается на еду. Взглянув наверх, Горанг проводит пустой подсчёт. Если над ними 48 уровней, и на каждом по два человека, значит им предлагают объедки после 90-104 человек. Спустя несколько минут платформа стала спускаться дальше. Тримагаси напоследок взял бутылку вина, допил её, а после брезгливо сбросил вниз. Горанг с недоумением посмотрел на мужчину, но тот уверил, что они не должны думать о нижних уровнях, как и верхние не думают о них. Спустя пару минут температура в комнате стала заметно повышаться. Бывалый заключённый сообщает, что это из-за того, что новенький взял со стола яблока и положил в карман. Оказывается, еда может быть в камере лишь в момент нахождения вне платформы. Если кто-то попытается отложить на потом, в помещении начинают повышать либо понижать температуру. На следующий день Горанг снова отказывается от еды. Чтобы скоротать время, он рассказывает, как попал в это место. Оказывается, он добровольно принял участие в эксперименте, предварительно пройдя собеседование. Ему разрешили взять с собой один предмет и сообщили, что его заточение продлится 6 месяцев. Если узник выживет, то компания выдаст ему поощрительный сертификат. Услышав это, Римагаси негодует. Ведь ему никакого сертификата не обещали. Хотя он должен просидеть в камере всего лишь один год. После недолгих уговоров мужчина рассказывает о причинах, по которым он оказался в этих стенах. Насмотревшись по телевизору рекламы, он купил себе суперточилку. А спустя пару недель увидел, что те же актеры рекламируют самозатачивающийся нож. Посчитав это издевательством над собой, Римагаси выбросил телевизор в окно. К несчастью, в этот момент под окнами проходил мужчина. Его смерть наступила мгновенно. Правосудие дал обвиняемому выбор – либо психушка, либо яма. И так он оказался в камере. За несколько месяцев ему довелось побывать на разных уровнях. Самым глубоким, на котором он сидел, был 132-й. Но это не предел, потому что в шахте можно было разглядеть еще уровни. По условиям эксперимента, если заключенный выживет, его сажают на новый уровень. А вот выше или ниже – угадать тут сложно. Всем участникам испытания разрешают взять с собой один предмет. Горанг взял книгу «Дон Кихот», а вот Римагаси – тот самый самозатачивающийся нож. Однажды на платформе вместе с едой спускается девушка. Ее зовут Михару. Она ни с кем не разговаривает и планирует спуститься на самый нижний этаж, где, вероятнее всего, держит ее ребенка. Римагаси уверяет, что девушка далеко не безобидна. Прежде чем спускаться вниз, она каждый раз убивает своего сокамерника. Вот и сейчас, за день до этого, мужчины видели упавшего вниз человека. Спустя месяц заключенных усыпляют газом. Горанг приходит в себя и понимает – он привязан к кровати. Римагаси объясняет ему, что они на очень плохом, 171 уровне, куда не доходят и кружки еды. Он планирует держать соседа в качестве запасного варианта, чтобы протянуть месяц. Спустя неделю он берется за нож, планируя отрезать Горангу кисти. Но на помощь тому приходит Михару, которая и убивает мужчину. Спасенный узник остается один с трупом бывшего соседа. Чтобы выжить, ему приходится есть сырое человеческое мясо. Римагаси постоянно появляется рядом в виде галлюцинации, доказывая, что их поступки, то есть убийство и каннибализм, теперь одинаковы. Месяц спустя Горанг приходит в себя на хорошем 33 уровне. Его соседкой по камере становится имагири. В качестве предмета женщина взяла с собой собаку. Мужчина узнает не сотрудника центра. Именно она принимала у него собеседование. Она рассказывает, что смертельно больна и ей осталось недолго. Женщина прошла по доброй воле и сама выбрала себе в напарнике именно Горанга, так как только он взял с собой книгу. Также она рассказывает об устройстве башни. Администрация называет ее вертикальный центр самообслуживания. Всего здесь 200 этажей. Если бы люди грамотно распределяли еду, ее бы хватало на всех. Имагири чередует свою порцию еды с собакой, а также пытается вызвать к людям снизу, призывая создавать для себя порции одинакового объема и делить еду равномерно. Она уверена, что однажды все вместе, где они находятся, должна возникнуть спонтанная солидарность. Именно ее и изучают с помощью этой платформы. Слова и увещевания Имагири игнорируют и высмеивают до тех пор, пока Горанг не кричит на тех, кто снизу, угрожая испражниться на еду, если они ее не прислушиваются. В один из дней сверху снова спускается Михару. Она убивает собаку Имагири, а после съедает ее. Мужчина пытается объяснить, что девушка делает это ради ребенка, но женщина утверждает, что в башне нет никого младше 16 лет. Более того, у Михару не было никакого ребенка. Она вошла в башню Сукулеле, будучи подающей надежды актрисой. Спустя месяц героев перемещают. Горанг просыпается на 202 этаже. Это ниже, чем предполагала Имагири, уверенная в том, что этажей всего 200. Сама же она окончает жизнь самоубийством, а ее галлюцинация теперь преследует и Горанга, призывая есть ее тело. Ведь ради этого она и покончила с собой. Этот месяц мужчина проводит почти что в бреду. По истечению очевидного срока он просыпается на шестом уровне. Его новый сокамерник – Бахарат. У него есть веревка, и он пытается добраться до нулевого уровня, ее используя. Однако люди с верхних этажей лишь делают вид, что хотят помочь. На самом же деле, они жаждут краха ближнего. Горанг уговаривает напарника вооружиться и спуститься вниз на платформе, чтобы распределить еду между этажами. По его подсчетам их должно быть около 250. Сделав оружие из металлических балок, оторванных от кроватей, мужчины приступают к осуществлению задуманного. По пути они наталкиваются на непонимание. Например, один из людей негодует, ведь он сам провел месяц на сотом уровне и теперь имеет право на достаточное количество пищи. Горанг и Бахарат запугивают узников, защищая еду. В какой-то момент соратники принимают решение выбрать свой символ, который покажет, что люди способны на солидарность и человечность. Выбрав пана Коту, мужчины предлагают, что если им удастся поднять её наверх после посещения последнего этажа, это станет посланием для администрации, которые изучают их поведение. Однако, чем ниже спускается платформа, тем более жестоко им приходится себя вести. Люди отказываются их слушать, набрасываясь на еду. Платформа стремительно пустеет, несмотря на то, что в первые 50 уровней ничего с неё не брали. Во время их пути вниз они защищают пана Коту, а также видят различных людей с их предметами – скрипка, доска для серфинга, пачки денег, оружие. На одном из этажей сокамерники находят трупы. Выясняется, что платформа не останавливается на этажах с мёртвыми, а значит, здесь может быть ещё больше уровней, чем Горанг предполагал изначально, высчитывая остановки. На этаже ниже они сталкиваются с вооружёнными людьми. Те убивают Михару, смертельно ранят Бахарата и самого Горанга. Теперь героям нечего терять, и они решают спуститься в самый низ. На 333 уровне под кроватью мужчины замечают ребёнка, девочку лет пяти. Это и есть дочка Михару, которую та так стремительно искала. Несмотря на то, что пана Кота им необходима, ей её кормят ребёнка. Друзья принимают решение, что посланием станет сама девочка. Горанг оставляет умирающего Бахарата на уровне и вместе с малышкой спускается в самый низ, на нежилой уровень. Галлюцинация Тримагаси вводит мужчину с платформы, унося спящего ребёнка наверх. Возможно, этот эксперимент покажет людям, что большая часть проблем создаётся ими самими. Друзья, большое спасибо за просмотр. Не забывайте поставить большой палец вверх, подписаться на наш канал и, конечно, напишите комментарии. Смотрите интересные и не фантастические фильмы, но очень живые вместе с нами, вместе с АМФ Филмс. Пока-пока.